Вот скажите мне, что объединяет Титаник, загадки и теории, деньги и глупость? Правильно, зачем я спрашиваю, если видео и так об этом? Но далось шутки, ведь на самом деле в истории Титана кроются некие неразгаданные теории и мистика. В этом видео мы рассмотрим историю появления Титана, его взрыв, а также альтернативные теории, например, такие как инсценировка. Начнем сначала, как-то компания Ocean Gate решила исследовать Титаник, но сделать это так, чтобы зарабатывать деньги и реинвестировать их в новые исследования. Ричард Стоктон Раш, генеральный директор и основатель компании, а также один из пилотов батискафа. Родился он в довольно состоятельной и исторически влиятельной семье, ну прям очень влиятельной, ну вот прям очень. Ну, чтобы вы понимали, насколько его потомок Бенджамин Раш, да-да, это тот человек, чьи подписи стоят под декларацией о независимости США. Короче, родился он удачно. Закончил он престижный пристонский универ и потом пошел темками заниматься и бабло мутить. В целом, его можно было назвать сыном маминой подруги, он был умным инженером, это мы, кстати, запоминаем. Деньги у него были, да и жена красавица, чьи предки, кстати, затонули на Титанике. Да, грустная история, но несмотря на это, он собрал команду инженеров, вбухал на это все 5 миллионов долларов и вместе с командой инженеров, запоминаем это, создал батискаф Титан. Вторая немаловажная личность, которая была в тот роковой день на батискафе, это Поль Анри Наржоле. Бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член французского института исследований и эксплуатации моря. Директор по подводным исследованиям EM Groups и RMC Titanic Inc., который принадлежит права на спасение обломков Титаника. Наржоле возглавлял несколько экспедиций на затонувших корабли, руководил извлечением тысяч артефактов и считался ведущим специалистом в области изучения обломков Титаника. Но не будем спешить, давайте поговорим о самой конструкции батискафа. 800 слоев углеродного волокна, крепкий корпус, способный выдержать давление в 400 атмосфер, команда инженеров и 5 миллионов инвестированных долларов. Звучит красиво, а получилась вот такая вот хуета, которая еще и джойстиком от лоджи так управляется. Забегу чуток наперед и скажу, что я искренне удивлен, что вот это вот чудо света, созданное черт знает кем, смогло прожить 15 погружений. Просто, чтобы вы понимали абсурд этого создания, оно даже само плавать не могло, ему нужен был судно-носитель, и это, повторюсь, за 5 миллионов долларов управления джойстиком. Но это не помешало батискафу на пару с опытными пилотами совершить более 15 погружений, и в целом его можно было бы считать уже надежным. Его и надежным! А еще оно даже не было как-либо сертифицировано. Каждый пассажир обязывался подписать бумажку, в которой он, в случае травмы, царапины или даже смерти, не имел бы никаких претензий. Ведь судно-то экспериментальное. Ну и вот мы плавно подходим к тому самому роковому дню, в который о батискафе Титан узнал весь мир. Жаль, что в негативном ключе. 17-18 июня 2023 года батискаф Титан с 5 пассажирами погрузился на очередное исследование Титаника. На борту были вышеупомянутые Ричард Стоктон Раш и Поль Андрин Ржале в качестве пилота и техника, а также 3 пассажира. А теперь подетальнее о них. Джордж Хамиш Ливингстон Хардинг, британский бизнесмен, авиатор и космический турист, основатель корпорации Акшн Групп и председатель Акшн Активейшн. Миллиардер, который бывал на дне Марианской в Пайлине, в космосе с пришавицами о погоде общался и вокруг планеты летал быстрее, чем кто-либо на этой планете. И в целом опытный экстремал. Шакзад Давуд, британско-пакистанский бизнесмен, один из самых богатых людей Пакистана с состоянием примерно 8 миллиардов долларов. Филантроп и типичный богатый индус, а также его сын Сулейман Давуд. Ну и вот немного мистики. Сулейман Давуд, сын Шакзада Давуда, очень сильно сопротивлялся и не хотел погружаться к Титанику. По словам сестры Шакзада Давуда, юноша был напуган предстоящим путешествием и говорил, что не готов к такому. Однако предпринял погружение, чтобы порадовать своего отца накануне празднования Дня Отца, что их и погубило. И вот, рокового 18 июня связь с батискафом была потеряна. Их поиск начался только на следующий день и были предположения, что кислорода им хватит на четверо суток. Но 22 июня стало известно, что подводные микрофоны секретной системы акустического обнаружения ВМС США зарегистрировали звук имплозии Титана через некоторое время после того, как с аппаратом была потеряна связь. Имплозия это взрыв, но внутрь. Члены батискафа не мучались и умерли быстро. Официальная теория гласит, что батискаф не выдержал давление, которое на него обрушилось и его попросту сплющило. Но несмотря на опытность пилотов, усталость и человеческий фактор сыграли свою роль. Но так гласит лишь официальная теория. Существует предположение, которое выдвинули неравнодушные люди, инсценировка смерти. А согласитесь, странно ведь. Батискаф с опытными пилотами на борту, который уже имел успешный опыт в 15 погружений, взорвался именно с такими людьми на борту. Официально известно, что Шакзат Давуд задолжал огромную сумму денег, как и Джордж Хардинг. Логично подумать, что они подкупили за большую сумму организаторов и сами скрылись от долгов и налогов. Подтверждением этой теории является, что тела таки не были найдены, а при исследовании трагедии большая часть информации засекречена. Но правда ли это? Нехуй верить в глупые теории и научись гуглить. Короче, поначалу я сам поверил в эту теорию, ведь, ну, действительно логично. И информации мало, и подозрительно как-то, что миллиардеры решили посидеть в такой-то херне за 250 тысяч вечно зелёных. Но все мои сомнения пропали после пяти минут поиска. Никаких долгов и проблем ни у кого из них не было. И тогда зачем Шакзат брал бы только сына, когда у него ещё жена и дочь? За какие бы нахуй деньги они бы подкупили МВС США, которые и дали, кстати, официальные сведения об Атискафе? И за какие деньги, если у них, блять, проблемы с этими деньгами, они всех подкупили? Короче, логично подумав, становится понятно, что всё это бред. Но что насчёт неких мистических и исторических данных? А бред всё это, зачем нам вообще лить лишнюю воду, если и так всё понятно? Никакой мистики не существует, ничего такого нет. Всё можно логично объяснить. Моим предположением после неких исследований этой темы является следующая теория. Несмотря на внешний вид, батискаф был сделан довольно прочным и выдерживал на самом-то деле не слабое такое давление. Как бы там ни было, но каждое погружение это сильное давление и сильный удар по самому батискафу. И скорее всего, после стольких погружений металл немного деформировался, из-за чего потерял достаточную герметичность и прочность. Ну и потому уже и произошла неполадка. Но, блин, какими же всё-таки дебилами надо быть, чтобы после стольких погружений даже не убедиться в безопасности и исправности батискафа? Да, некоторые исследования и работники утверждают, что как таковых проверок и починок батискафа не было, из-за чего трагедия и произошла. Также не стоит забывать о человеческом факторе, который мог бы как-либо сыграть не в пользу батискафа. В общем, берегите себя и прежде чем рискнуть, подумайте дважды. Если тебе понравилось видео, то подпишись, ведь здесь будет много интересного. Хорошей тебе недели и пока!